Итак, продолжая тему идеальной кожи, отдельно затронем тему пор. Такой непростой нюанс, но часто встречающийся, да? Поэтому, если у вас они есть, старайтесь не пользоваться такими вот прям очень жирными продуктами, которые могут прям уйти в порку. И такой момент, как правило же, да, это все вот здесь вот в нашей порке. Здесь нужны пластичные продукты, такие, как я уже показывала, про ланкуэр консилер, у меня темненький, вот этот, да, он хорошо, он хорошо входит и выравнивает. Но есть специальные затирочки, значит, отдельно есть Милк, фотографию выложу, и про все ими не особо пользуюсь. Они, то есть моя база про Майкоплаб выравнивает просто все. Это, например, да, ну, то есть вот это. В большинстве случаев порочки прекрасно перекрыты. И задача, да, любой базы, вот пор, как руку-то вывернуть, вот порка, да, все эти выравнивающие базы, они просто тоненьким слоем ложатся в порку и перекрывают его, создавая вам на коже просто ровную поверхность. Такие продукты, которые предназначены выровнять пор, называются пор-минимайзеры. Есть прекрасный продукт у Benefit, мне кажется, это самый вообще известный продукт, и если у кого-то и есть порки, то этот продукт точно у них есть. У меня долгое время был вот такой вот Нарс, прям, ну, так и называется просто, Пор Праймер Инстант Лайн Пор Перфектор. Вот, чистый силикон. Вы можете так вот это проверить, наносите на ручку, смотрите, и вот прям вы просто видите, как, ну, естественно, что не передается камерой, да, просто вот чувствуете, что такая получается очень гладкая сглаживающая поверхность на коже. На самом деле вот такие продукты, они не только порки, да, выравнивают, но и всякие вот морщиночки. Вот так вот сделали складочки, тоненько, хорошенечко разнесли пальцем, и все наши линии, заломы, они будут перекрыты. Вы точно так же делаете сюда, и вот так вот. Задача, самый такой сложный нюанс и опасный в том, что если нанесете много, то просто тон будет вот такой, как бы горкой сверху лежать. А если вы наносите на кожу и просто вот так вот вполирнули в базу, в порки, то все прекрасно. Есть еще у Клоранса, ну и сверху имеется в виду, да, наносите тон, и все будет ровненько ложиться. Но на мою вот эту любимую базу замечательно все ложится и долго держится. Есть еще у Клоранса база такая, Minute, Less Minute, вот. Она тоже и для складочек, и для пор. Еще какой есть продукт, мой любимый, матирующий, да, вот на Т-зону все наносишь, и буки, Smart Filtering Smoother. Его нужно буквально такую вот капельку, капельку на пальчик, и вот так вот втаптывать. Вот, втаптываешь, и он не только как бы с порками борется, да, но он матирует, выравнивает и делает такой эффект фотошопа. То есть вот здесь становится все гладенькое. Но тоже нужно аккуратно, очень малое количество, очень хорошо втоптать, и лучше ручками, а не кистями. Дальше. Какой есть такой лайфхак, лайфхакный? Это самая модная сейчас история. Это брать, например, вот такая пудра, которая от Promo Cup Lab тоже. Слушайте, ну, российский бренд профессиональной косметики. Дело он был профессионалом. Соответственно, я думаю, что не надо объяснять, что люди знают, что делают. Это, я прекрасно знаю арт-директора, и, ну, вот поверьте, то, что они создали, это реально у каждого теперь визажиста есть, потому что это очень работающая история. Вот поэтому я делюсь с вами таким моментом, если прям поры-поры. И он еще и делает такой тоже расфокус здесь. Сейчас покажу, значит. Вот это база. Это как, ну, есть такое понятие сейчас силька. Вот, модное у визажистов. Что мы делаем этой силикой? Силика – выравнивающий продукт. Значит, мы берем эту, я насыпаю вот так вот в ручку. Беру влажный спонжик. Любой вы можете взять большой. У меня из всех спонжиков остался только вот этот вот один. И я делаю им только то, что я сейчас покажу. Я беру поверх уже тона. Можно так делать. Можно до тона. Просто взяли база, биби-крем, и сверху пошли вот этим продуктом. Аккуратненько. Вот, видите? И я пошла вот так вот. Я закрываю глазки, потому что пудра все равно может в воздухе витать и попадет в глаза. Вот, посмотрите. Вот такими втаптывающими движениями. Опять взяла. И опять. И вот опять вот так взяла. Я под глаза делаю для того, чтобы был такой эффект. Тоже блер. Видите? Беленькая. Все втоптали. И вот таким образом вы выравниваете порки. И дальше опять. Ну, вот вылезла краснота. Я возьму тон и поверх пройдусь. Это можно делать и тут, да? И везде, где только хочется. Видите? Ну, конечно, камеру поры не покажет. Ну, вот. Но у меня абсолютно ровное сейчас по сравнению с этой стороной. Вот это абсолютно ровное. Не знаю, как вам показать. Вот. Гладенько все. Так, значит. Также тот же самый эффект мы можем добиться. В принципе, и вот такой Hourglass есть продукт. Они мне очень нравятся. Это рассыпчатый вариант. Я точно так же беру спонжиком. Да? И точно так же вбиваю. Очень. Можно чуть-чуть как бы вот так вот поддавливать, подкручивать. Очень он мне нравится. Вот. Тот же самый эффект. Ну, чтобы не говорили, что я предвзято, да? И только прямо это. Ну, просто разница в цене в два или там в три раза. Про мейкап продукта вот столько. И стоит он дешевле. Также у Hourglass. Да? Вот этот Hourglass. Есть, ну, у меня вот такая палеточка, да? Тут куча всего. И вот этот цвет, господи. Вот эта белая ячеечка, это пудра. И она, в принципе, будет делать все то же самое. Мы вот так вот вполировываем. Помимо светоотражения получаем еще полировку пор. Вот. То есть эффект расфокуса получается. То есть я сюда наношу и все порки вот так вот выравниваю. Прям полирую. Плотный, полукруглый вот такой вот кисточкой. Там всякие вот такие пушистые, большие. Они, ну, ни в коем случае не подойдут. Даже не очень хорошо будут работать вот эти. А вот именно натуральные или там синтетическая такая поднатуральную может быть, да? Но вот такой кругленький бочоночек и вот так, чтобы он мог делать вот так. Либо спонж. А вот вот так вот мы полируем порки и прекрасно все работает. Есть еще Лаура Мерсье, да? Все очень любят эту Translucent Setting Powder. Она Setting, это значит усаживающая, господи, фиксирующая. Вот. Ей тоже можно вот так вот втереть и все. Не каждая пудра будет так работать, но вот эти три прекрасно работают. Пользуйтесь. Если пользуйтесь, не благодарите, но тут уж как бы, да, не скажешь так. Вот. Это способы работы с порками. Все хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...